Продолжение следует... Припачкать темнотой, а потом уже утруждаться мастихином. Лодочный характер укладки. Не холмистый, а лодочный. Если будет холмистый, не будет ощущения моря. Если будет лодочка, смотри, как я делаю. Просто гоняю, гоняю, гоняю. Не доразмешиваю, наблюдаю, не получается ли чего симпатичного. Белево выдавишь себе, здесь они валяются. Плюс коричневый, чуть-чуть появится зеленца. Вот она, появится зеленца. Возьмешь маленькую кисть, сейчас тебе дам. И обозначишь вот эти дальние горы. Вначале занижая их высоту. Занижая. Там они и так низкие, а ты еще занижай. Потому что поправлять небо будет сложнее, чем поднять горы. Смотри, пока просто голубой, не пытайся там в них найти все цветовые. Просто голубенький, просто покажешь. Дымочек дали, а заодно вот эту скалочку. На переднем плане у нас бело. Ну, когда у тебя будет берега, положишь еще и беленьца. Давай. Укладываешь хорошо, но слишком коричнево. А там слишком зелено. Там светлая гора, она освещена. А вот я имею ввиду вот-вот. Сама лепка была очень хорошая. Значит, все тоже. Прибавляешь сюда белил. Можешь краснил. К коричневому, который мы сбрели. И более светло. А, не надо всю, да? Вот такими оляписями. Более светло. Раздавлено. Смотри, я раздавливаю краску, она более каменная. Правда? Я поняла, да. Чем просто штукатурка густотой. Раздавленная. Вот она. Так, поприкольнее. Так. Ну, ничего. Хорошо даже. Может, уставлено? Не-не-не. Что же? Чуть успокоим дальник. Он более мглист. А, хорошо. Чем ближе, тем больше волнения. Угу. Угу. Кроме того, там есть коричневый с голубым волночкой чуть-чуть. Вот она. Вот по такой траектории. Вот по такой, смотри. Вот по такой. Вот по такой. Вот. Вот такая траектория. Есть там такое, да? Плюс ее пеночка. Ну, самое главное, конечно, вот эта пена. Здесь тоже покрупнее уже пошли. Покрупнее колебания. Аж вот такие. Ты видишь, просто даже гуляние мастихином дает очень симпатичные колебания. Очень узнаваемую мятость воды. А где там темный синий? Нету. Наоборот, светлый. Так, берем. Так, берем. Возьмешь белильца. И лежачую плоскость нарочито выразишь кистью. Вот этот ковер пены нарочито кистью. Лежачую. Лежачую. Возьмешь какую-нибудь другую-нибудь кисть. Возьмешь коричневый, голубой, плюс красноту. Нашвыряешь сюда. Коричневый как? А, коричневый красный. То есть не только коричневый, но лучше еще и красноту, чтобы фиолетовизна некоторая помидивала. Вот она. Вот такой немножко как бы разноцветится. Нарочито лежачая тоже. Ну, как бы комковатое состояние. Прямо по-моему ощупаешь это состояние. Даешь ее чуть с запасом. Для того, чтобы заслонить пеной. Наездом пены. Даешь с запасом. Хорошо? Будешь заслонять. Не встык, а заслонять. Посмотри. Вот такой змейкой. Смотри еще раз. Сбрасывает с середины мастихины. С середины. Вот из этого места выползает краска, когда я давлю. Да? Да. Потом к этому пространству докидаешь вот этих... Ну все, вы все написали, можно собирать. Красиво-то как. Докидаешь Более внятных, более цельных пенных образований. Хорошо? Да. Сбреешь, положишь. Да. Живет вот здесь. Начнешь ее возделывать с белого. Возьмешь белизну. И вот по такой траектории раздавленную краску. Раздавленную, раздавленную. Вот таким зигзагиком Пройдешь. Пройдешь. Уложишь. Потом возьмешь синьку. И дашь теневой характер пены. На макушках останется световой. Его ты заслонишь теневым. Вот таким зигзагиком. Прикольно? От него пошла лежачая плоскость от этого от этого валика. И сверху чуть с зеленцой наезжают чуть полосатые колесики пены. Вот они. Чуть полосатые. Прикольно? Когда ты это сделаешь? Это я делала вот. Да. Ну, смотришь туда. Когда ты это сделаешь, кое-где пена выскочит за пределы валика появится усложнение сюжета. Снизу ты видишь там темно. Этот валик подрезан темным. И как тенью, и как беспенная вода глубокая по цвету. Вот такая. Есть там такое, да? Здесь волна пришла по вот этой траектории. По вот этой. Есть такое? Посмотри. Как все просто, как все технологично. То есть выучить прямо эту технологию решения выучить наизусть. Несколько раз если сделать, то она вполне согласится. и пеночка пойдет уже по этой траектории. Вместе с разбеликами. Сюда вторгнется сюда вторгнется вот эта синька пен. Синька теневая. теневой цвет белого. Вот он вторгнется чуть-чуть по вот этой траектории. По вот этой. Логично? Давай. Где голубой? Где этот синий? Синий? Где? Помнишь последовательность? Сначала белый, потом его заслонил теневой цвет. Откуда эта каша и куча? Еще раз. Смотри. Синюшечка в тени в солнечный день. Белый в тени в солнечный день синит. Вот он цвет теневой. Там нет только белого. Нет. Там вместе с... Плюс это подрезано. Подрезано уползающей змейкой. Смотри. Уползающая змейка. Смотри. Я так понимаю. Смотри. Это коричневый с голубым. Это не цвет. Это ерундень. Ты понимаешь? Вот она змейка. Но здесь же темно. И про темно забыла. Вот оно. Это темно. Ну чтобы она не была только одним сплошным валиком. Смотри. Темно. Здесь она эта волна распадается. Распадается. Это тоже по-своему красиво. здесь она зелено наваливается на пенку. По макушке этого валика свет несколько различим. холстов забыла. Вот я хочу вас сейчас позвать сюда. Вот они. Вот они. Поднятие эти. Вот они волнечки какие-то. пеночки какие-то. Причем конечно же здесь гоняться за каждым его звуком бессмысленно. Надо просто идею волны осмотреть и зашвырять в свои зашвырки. А вот можно начать дома а к вам приехать доделать. Как правило придется полностью переделывать. Поэтому эффективность будет ноль. Лучше доделывать дома. Вот кошки цветнее становится. Посмотрите там какое оно прям вышло сюда. вот они посмотрите какие деликатные количества продаж. Деликатные. Здесь продолжается эта история вот эта история продолжается загибов. Вот загибчиков продолжаются. Поднимаются несколько волна сюда. Вот они меры. Смотрите какие раздавленные мерочки. раздавленные подрезал. Подрезал. просто раздавливая подрезал. кто подрезал. таб cases не подрезал. В поле много. Подрезал. Если вы таких Они считали, сколько морей нарисовали. Посмотри, какие такие сдуваемые ветриком. Так, каменюшки. Коричневый, голубой. Можно плюс розовый. Понимаешь, ты хотела рисовать одну только скалу. А здесь нельзя одну скалу без этих камней. Они как-то будут не... Они же одно другого поддерживают. А можно такие же стены подоколы, да? Что-что? Может, это полночь, может, и все, да? Почему? Нет. Ну, там же несколько цветиков. Внизу она темная, наверху она светленькая. Вот они конюшки. Несколько тональностей. Чуть светлее, чуть темнее. Ни одна. Несколько. Ты же так неплохо, кстати, скалу начала. Можно я что-то делала, а потом... Камни снизу подрезаны набегающей водой. Прямо подрезаны. Причем то, что цвет камней немножко расползается, нас это очень устраивает. Вот там продолжается эта линия воды. Продолжается. А теперь непосредственно на самих камушках. Можно кистью. Можно с мастихинчиком. Чуть-чуть. Чуть-чуть. А ну. Обращенные все туда-туда обращенные. Ну, в основном так. Давай. Нет, очень даже неплохо. Только не стирайте. Ой, я вот это не поняла. Ты тут можешь вот так пократно чек-то рисовать? А красиво. Чего? Будешь дорисовывать? А, ну, как скажете. А, ну, как скажете. Чуть-чуть рубленный характер макушки, да? Это же каменюка. Рубленный характер. А я пять часов думаю, как же это нарисовать? Оказывается. Ну, не пять, это ты наговариваешь. Серьезно, я на этом ничего не наблюдаю. Ты не смотрела фотографии, я не вижу. Как только на этом. Зелененький лучше сделать чуть-чуть. Ой, боже мой, боже мой, боже мой. Ты же задание не получила. Зачем эту зелень накрутила? Смотри, зелень не должна быть такой ядовитой в таких местах. Она, во-первых, в таких местах не бывает такой ядовитой. Она суховата обычно. Ну, хочешь, пусть салатиненькая. Не, не хочу. Сделать как надо. Значит, у нас с тобой облачка розовенькие. Берем вот этот красный, вот этот белый. И у нас появляется чуть больше цвета, чем было. А этот белый стоял. Художники часто преувеличивают розовизну и теплоту дальника. Ну, чтобы цветы обогатили. А заодно и облакам дают часто розовый или рыжий какой-нибудь охристый характер. Потому что от этого становится цветнее, да? То есть, как бы преувеличивают дальник. Закончишь за меня уже эти преувеличения. Что касается зеленого вдали. Зеленый вдали лучше из голубого с коричневым, нежели из желтого с голубым. То есть, такой седоватый цвет. Даль всему дает седоватый цвет. Седоватый. Толщина воздуха создает эффект, эффект седоватого. Чуть с розовинкой. Вот эти настроения. Белый тоже в долине белый. Даже если кажется белым. Чуть-чуть не белый. Смотрит, затереть. Это хорошо. А можно это цвет оставить? А я сейчас вторую сделаю. Можно. Давай, давай. Змейку уползающую. А, как же они с хилой держатся? Ну вот. Точно. Помнишь, я говорил про вот этот подъем? Он уже и здесь есть, да? Что это подъемчик вот такой. Ты знаешь, ты когда портишь на моих уроках, ты обязательно порт не везде. Ладно? Потому что поправить столько, у нас времени нет. То есть, если чувствуешь, что он не лезет, приостанавливайся. Все равно много краски положил. Вот я ее там, совсем тоненький слой, все-таки нашпатлевала краски. Больше краски вот здесь. Но тень вообще недолюбливает густую краску. Ладно? Запомнишь эту мантру? Какие-нибудь, какими-нибудь чумаками, потому что сверху еще ровно такой. У тебя в комнате золота, короче, за собой. Это что? Ну, где он? Возьмем. Или вот этот же. Вот она. Сверху потом золота тоже. Это передави. Да, это не надо. Да, передави. Струнное проявление зигзага. Логично? То есть тоже стоит дома создать условия и потренировать этот способ. Море очень быстро вытренировывается. Писала, 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 писала. Сбрила краску, если не чувствуешь, что там ничего хорошего не произошло. Сбрила, потом пишешь по-сбритому. Там уже подсохло, волны у меня очень толстые получились. Тогда написать какую-нибудь густую работу совсем другого толка. А шкуркой же можно стирать? Ну, забодаешься все стирать, там, конечно... А растворителем снимется? Нет. То есть не вот этот обод, а с фельдиперсами. Там у нас, конечно, темнота еще есть. Сейчас мы уже... Сначала тень, а мы ее вложим в самую пену. Так, хорошо. Ну, ты же хотела там проявить себя. Чего не проявила? Мы снова перемешали цвет. Что, что? Цвет как сделать, серый, не знаю. Спасибо. Мы же красноватый хотели, не серый. Помнишь? Красноватый хотели. Это коричневый с синим и белый. Коричневый с синим и белый. Такое вот, кстати, это получился. Это какой-то голубой. 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 Ведра. Тогда пробуем. Вот так получилось. Попробуй кисточкой. Маленькую кисточку возьми. Идею утюжочного рода склонов. Утюжочных таких. Даль этой самой воды должна быть ровная как стол. Линия горизонтика ровненькая как стол. Чтобы она не была скучной. Чуть-чуть чивяков с чирками. Вот таких чивяков. Плюс немного этих звучиков. Струнного характера. Уголочком, да? Да, этим самым лезвицем. Игра успешно. Я хочу астие в лечении. Я тоже не скучаю. Субтитры у него собираются всю минуту. Все украшли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для новичка мелкие детали противненько выглядят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok